Сегодня во всём мире отмечается День борьбы с туберкулёзом. Поговорить об этом заболевании мы пригласили главного фтизиатра Минздрава Челябинской области Марину Лихляйдер. Марина Владимировна, доброе утро. Доброе утро, Марина Владимировна. И сразу первый вопрос. Вот расскажите нам, как обывателям, что из себя представляет туберкулёз? Какие формы туберкулёза бывают? А чем они отличаются? Ну, вот как будто бы мы со школьной скамей, что называется, а ты ничего не знаешь. Ну, туберкулез – это вообще инфекционное заболевание. Почему инфекционное? Да, потому что оно вызывается возбудителем, инфекционным агентом. Называется это микобактерия туберкулёза, которую открыл в 1884 году Роберт Кох, немецкий учёный. И вот спустя 100 лет, в 1984 году, Всемирная организация здравоохранения с целью привлечения к этой проблеме внимания объявила вот 24 марта Всемирным днём борьбы с туберкулёзом. То есть это инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём и вызывается он микобактерией туберкулёзом. А вот как им можно заразиться? Это, допустим, нужно долгое время с человеком общаться или достаточно, чтобы на тебя просто там один раз кашлянули? Где-то прошёл мимо, да, и всё. Бывает по-разному. Бывает длительное общение, вот, а бывает, и вот раз кашлянули на тебя больной туберкулёзом, микобактерия попала в организм человека, и если организм ослаблен, то тогда может развиться процесс. То есть тут никто не застрахован. Абсолютно. Да, и по срокам тоже нельзя сказать. А вот чем опасен всё-таки туберкулёз для человека? Во-первых, он опасен тем, что он не сразу проявляется. До момента клинических проявлений, когда человек уже там будет кашлять или, не дай бог, там кровохарканье будет, может пройти до полугода. Туберкулёз? Да. И поэтому человек ходит, вроде он что-то недомогает, что-то вроде чуть температурит, а на самом деле там уже развивается туберкулёз. И в 80% случаев это туберкулёз всё-таки органов дыхания, туберкулёз лёгких. Потому что мы дышим же лёгкими, значит, мегабактерию вдохнули, она там осела. Если защитные силы слабы, то мегабактерия начинает со страшной силой размножаться. У неё в геометрической прогрессии идёт размножение. А что такое размножение? Это за счёт поедания ткани лёгкого. И то есть получается воспалительный процесс, ткань лёгкого разрушается, человек заболевает. А чем он страшен? Тем, что он долго лечится. Он излечим, но он лечится не меньше 3, 6, 8, а иногда и 24 месяца. Всё зависит от процесса, какой у человека. Ну, самое главное, вылечивается, да? Излечивается, да. Излечимая болезнь. А вот говорят, что в основном заражаются, ну или привозят с собой эту болезнь, скажем так, мигранты, да, и люди приезжие. Вообще так ли это или нет? Нет, это, конечно, не так. Во-первых, приезжие, мы действительно их всех обследуем, так называемые мигранты. Они не получат разрешения здесь ни на работу, ни на жительство, если они не пройдут у нас обследование. И вот в прошлом году их выявилось всего 18 человек. Из 25 тысяч. Понимаете, всего. А из наших 3,5 миллионов выявилось 2233 человека. То есть больше 2 тысяч граждан Челябинской области заболели туберкулёзом. Ну, послушайте, мне знаете, вот что просто интересно? Всем в роддоме, в детском саду, так сказать, в родильном доме делают прививку. Да. В ССЖ, правильно? Потом в садике, в школе делают манту, проверяют. А как после этого можно заразиться туберкулёзом? Кто в основном заболевает? Не привитые люди? Не привитые 100% в основном заболевают. А привитые? То есть это не люди, а это дети. 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 Потому что когда человек уже вырастает, иммунитет поддерживается путём вот контакта с этой микобактерией, которая вот везде летает. В земле, в воздухе, везде она очень устойчива ко всем внешним воздействиям. Поэтому мы постоянно ею дыша, постоянно вырабатывается иммунитет у организма. Ну, то есть, так сказать, естественный иммунитет. А если человек не привит БЦЖ-вакцина, то получается, что у него вообще нет никакой защиты. Что такое вацина? Это живая, ослабленная микобактерия туберкулёза. То есть её ослабленную ввели, в ответ на введение агента начали вырабатываться антитела. Что такое антитела? Это защитная сила организма. Всё. Дальше, к 6-7 годам угасает иммунитет немножко от прививки. Поэтому детей ревакцинируют в этом возрасте в 6-7 лет. А дальше, учитывая, что у ребёнка больше контакта, становится всё больше и больше с окружающей средой, уже нет необходимости ревакцинироваться. То есть, иммунитет поддерживается естественным путём. А манту делается для того, чтобы посмотреть, как этот иммунитет сохраняется. Если манту на одних цифрах, то это нормально. А если манту сильно большая, значит, мы ищем локальную форму туберкулёза. То есть, это как скрининг. Вот скоро сезон отпусков. Да, все мы поедем куда-то отдыхать, надеемся, что все поедем. Вот скажите, куда ехать опасно, вот именно, чтобы не заболеть туберкулёзом? Может быть, страны? Может быть, какие-то, вот прямо, вы скажете, что в такие-то города, в такие-то города с такой инфраструктурой? Вот обывательский вопрос, но, я думаю, нашим зрителям это интересно. Потому что в лифте можно и в России заразить. Совершенно верно. Так же, как в трамвае, так же, как везде. Но я не могу так сказать, потому что наш народ туда не ездит. Потому что чаще всего туберкулёз – это удел бедных вот в тех странах. Вот это Африка, материка. Вот мы в такие страны не ездим. Это Индия, но это где трущобы. А вот в хороших городах, на курортах, там всё это соблюдается очень хорошо. Весь санэпид-режим. Поэтому сказать, что нельзя никуда ездить, чтобы не заразиться, я не могу. Нет, как лечится туберкулёз? Расскажите, пожалуйста. Туберкулёз лечится длительно. Лечится специальными противотуберкулёзными препаратами. Больной туберкулёзом получает, имеет возможность лечиться за счёт, соответственно, средств бюджета. Как областного, так и федерального. То есть пациенты обеспечены лекарствами за счёт средств бюджета. И лечение, самое главное, проходит в стационарии. И проходит оно, я уже сказала, от трёх и выше месяцев. Пока он не прекратит выделять микобактерии во внешнюю среду. Как только мы добились, что пациент прекратил выделять, но процесс ещё до конца не зажил, он может пойти на амбулаторный этап лечения, на стационар на дому, на стационар дневной. То есть вот такое, чтобы пациенту не лежать длительное время. А как ведётся профилактика туберкулёза? Профилактика же несколько есть видов. То есть, прежде всего, это специфическая профилактика, вот тоже вакцина, БЦЖ, вакцинация, всё. А дальше идёт профилактика. Она есть, это ежегодный флюорографический осмотр с целью раннего выявления туберкулёзов, начиная с 15 лет. У детей это идёт скрининг, как реакция МАНТУ до 15 лет. Делается тоже ежегодно. Вот такое вот, то есть, задача главная равна выявить, чтобы вылечить. А вот скажите, пожалуйста, мы уже говорили в нашей передаче о том, что 26 марта на Кировке пройдёт замечательная акция. Она называется «Просветись», во время которой каждый житель Челябинска, каждый гость города может сделать флюорографию, получить тут же результат. Расскажите немного поподробнее, для чего, что там будет вообще, для чего это всё было придумано и как? Я насколько в курсе, вы тоже нас поддерживаете в этом проекте. Да, постараемся, конечно. В ТВ, да, сказали, будут и куклы ваши, и всё ростовые. Но вообще, это уже, по-моему, 10-й год мы это делаем. Как-то сначала спонтанно родилось, что вот, как привлечь опять же внимание к акции, потом подключились известные все люди. Одно время делали известные артисты эти снимки свои всё. И вот у нас уже традиционно, мы ставим туда два флюорографа, залог, что такое не заболеть. Это хорошо кушать, мы привозим полевую кухню, да, где тушёнка, нет, каша гречневая, тушёнка. Солдатская каша, такое название. Солдатская каша, да, вот. Где чай ромашковый мы поим, потому что ромашка – это символ борьбы с туберкулезом. У нас много участия принимает. Вот аптеки выделяют, допустим, ромашковый чай. Мы садим ромашки там, вот семена некоторые магазины выделяют. То есть ведущие, мужы. Общегородская акция уже, да? Общегородская акция, да. И она настолько популярна, знаете, мы с 10 начинаем работать, а уже с 9 стоят очереди, ждут, когда же флюорограф начнёт работать. А вот я, знаете, что хотела узнать? С каждым годом желающих просветиться, скажем так, их становится всё больше? Да, потому что мы начинали с одного флюорографа, потом поняли, что не справляются. Сейчас уже ставим два флюорографа. На следующий год три. Ну и вот они всё время полные, просто полные, просто всё время очередь. А вот если говорить о профилактике, вот на таких акциях есть случаи, когда вы что-то выявляете? Да, есть. И что самое главное, мы почему призываем наружу, что надо раз в год проходить флюорографию. Он же просто так идёт, он идёт не потому, что он заболел, или какие-то жалобы у него, а вот он захотел в воскресенье, в выходной день пройти флюорографию. И там выявляют и туберкулёз, и онкологию, и пневмонии. Понимаете, аж вот... Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли и поделились это, на мой взгляд, очень полезной, нужной и бесценной информацией. Большое спасибо, Марина Владимировна. Ну, а я напомню, что в гостях у программы «Наше утро» была Марина Лихляйдер, главный фетизиатр Минздрава Челябинской области. Ну, а прямо сейчас пришло время новостей. Спонсор выпуска – магазин обуви «Белый Вест». Еженедельно, выгодно.